АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, хорошо, я думаю, что попросим принесем хоть коробочку для записок, да? Вот. Ну, естественно, коробочка вся будет для наших заявок. Но сегодня вот нам сделали издательство петербургской издательство «Азовка классики». Зелён нам на водный подарок. «Азовка классика» – это такое популярное, дешёвое издание на плохой бумаге, хорошие книжки. Там, надо такая небольшая формата книжечка. Там, вообще-то говоря, все, так сказать, приличные настоящие классики, Пушкин, Лермонтов, Егорский и прочее, прочее. Но я вводил, в разуме, и туда тоже затесался, и вот они как раз к Новому году выпустили эту книжечку, презентацию которой мы сегодня здесь проводим. Вот, книжка эта называется «Легенда о доме», но на самом деле это избранная, со всю жизнь написана много песен и стихов. Вот, книжка недорогая, я очень советую ее вам приобрести, потому что все в одном флаконе. Вот, надежда на то, что я что-то в моем возрасте еще такое серьезное напишу, уже все меньше и меньше. Вот, поэтому советую превратить эту книжку, новой может уже и не оказаться. Тем не менее, значит, называется она «Легенда о доме», я вам потом расскажу, почему. Потому что дом – это такая вещь, которая кажется, вот она, вот мы в нем, и все хорошо. Но потом начинается какие-то вот это смогории, объясняется, что дом – это такое простое понятие. И пока, когда человек живет, когда дом сначала получается полный, мне сказать, блокаду, потом еще что-то с ним происходит, то уже понятие «дом» становится гораздо более символическим. Вот. Ну, а мы для начала все-таки начнем с чего-нибудь новогоднего. Ну, наверное, самые новогодние песни – это то, что нам пещают завтра, и когда, наконец, начнется зима, которая сделала себе большой перерыв. Поэтому зайдем мы, наверное, по традиции, с моей старой песней «Снег». Для тех, кто с нами сегодня встречается впервые, хочу сказать две вещи. Первое, что подпевать не только разрешается, но и рекомендуется, поскольку, если кто не знает, я не солист, а всего лишь автор, и хуже меня петь вам будет трудно. Так что можете говорить спокойно. А во-вторых, пожалуйста, не забудьте включить свои мобильные телефоны по окончании нашей встречи. Вот. Кроме того, кроме моих книг, тут есть книжка «Молодой и талантливой» поэтессы Московской «Аннальф», которая называется «Весы», и которую я очень рекомендую тоже вам приобрести. Она отличается не только от гораздо большей дешевизмой, но и гораздо более высоким поэтическим. Уровнем не пожалеете. Я уж на ней так и будет распишусь, я там составитель. Вот. Вот и все. Итак, «Снег». Тихо поэтком шуршит снегопад, сучьи трещат на грех. На эти часы, когда все еще спят, что вспоминают земли. Небо далекого просьба, давние письма домой. За обстрель шепоточных солнцем, быстро сменяется озеро. Долгое полярно зимой. Снег, 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 снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш пророкий ночлег. Снег, 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 снег. Тихо на тунгару ложится, там берега замерзающих век. Снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной плывется веселый снежок. Снег, 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 снег. Не коснется твоих сон, но вот и кончается. Снег, 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 снег. Что тебе, милая слиться? Над тишиной замерзающих век. Снег, 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 снег. Толкни сердце твоё с берегом. Ветер пойдет на пути. Через туманы, прогрессу трубу, Мне до тебя не дойти. Вспомнишь, а если грустнятся наши стоят в огне. Лови пешком, как придется. Вместе к тебе доберется. Даже в ней лёгкие груди. Снег, 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 снег. Снег над тайгою кружится. Юга заносит следы на лучшую стареньку. Снег, 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 снег. Ноль свины, чем рискнется. Заленый солнце, ноль зальний берег. Савтрашний день. У меня продуманная деятельность пришла довольно много. Скитаться и, в основном, по-моему, морям и океанам. И поэтому на Новый год меня заносило достаточно далеко отсюда. Но несколько новогодних, так сказать, вот ночей я вспомнил. Все они, поскольку это было на кораблях, имели общую черту в том, что нельзя было пить ничего. Потому что, как правило, было на борту военного судна. Ну, как такое хитрялись? Хитрялись, вот 1963 год, Новый, например, достал где-то спирт, который, если он быстро разводит, пахнет резиной, что очень противно. Развели его в химической колбе. И где-то далеко-далеко от начальства, в ком-то очкурия в Твиндеке, значит, собрались там два-три офицера, быстренько выпили. И разбежались по боевым постам. Говорят, а поговорить? Зачем туда пили? И вот я помню, что третий тост пили за тех, кто на земле. Потому что обычно на земле в это время пьют за тех, кто в море. Я там был молодой и глупый. И знал, что пить за тех, кто на земле обязательно, чтобы ничего не случилось. Мы будем пить за тех, кто спит сегодня на земле. Имеется разведенный спин в химическом секрете. Мы будем пить за тех, кто спит сегодня на земле. За тех, кто стучит в окно серебряный восход. За тех, кто нас, так и в говно, наверное, не ждет. И пусть начальство не скрипит, чтобы на веселе. Мы будем пить за тех, кто спит сегодня на земле. Пускай начальство не скрипит, чтобы на веселе. Мы будем пить за тех, кто спит сегодня на земле. Чтобы весело в их досугах, для отходных яб. Чтобы никогда не знать, как в родном, как завтрашний бушля. Не место для земных обид у нас на корабле. Мы будем пить за тех, кто спит сегодня на земле. Не место для земных обид у нас на корабле. Мы будем пить за тех, кто спит сегодня на земле. А что-то еще в 62-й год, два года до этого. Первая экспедиция на парке Парусников. И сразу же, так сказать, фейсом Аптейбе, для англичанин. То есть там нас ударило зимними штормами в северном море. Судно занесло снегом. Хотя мы направлялись в тропическую часть Атлантического океана. Как сказал, это неуютно, зябко и нехорошо. И в таком состоянии, придящее штормовое северное море, мы вошли в такой же штормовый, как ни странно, английский канал. Лабанш-Кодекаре. И справа борта, через полосу мокрого снега, просвечивая коньки далекого и близкого полуострова Уэльск, где беспечные англичане в данный момент справляют свой Новый год. И мы с завистью, недоброжелаясь, рассмотрели в эту скорбь, мы понимаем, что нам туда попасть никак не светит. И я на нервной почве написал английскую народную новогоднюю песенку, которой Серёжа Никитин принял на совершенно замечательный мотив. Мой, наверное, гораздо хуже, но я буду петь на свой, потому что мой гораздо более английский. Мои все темные дожди по крышам шерестят, подруга, ты меня не жди, я не вернусь назад. Стакан зажат в моей руке и сломан песня рот, как при дорожном кабачке встречает Новый год. Стакан зажат в моей руке и сломан песня рот, как при дорожном кабачке встречает Новый год. Мои все темные дожди по кр�ехам шерестят, как при дорожном кабачке встречает Новый год. Мы все темные дожди по крышам шерестят, как при дорожном кабачке встречает Новый год. Кругом туманные поля Шу usability Кругом грузья Боя лечменная земля Станующая с нас неуд Löyt Стакан зажат моей руке И сломан песня — Род Как при дорожном кабачье Встречен Новый Год Стакан зажат моей руке И сломан песня — Род Как при дорожном кабачье Встречен Новый Год АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Крокодилы, пальцы, мобалы и жена французского посла. 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 Крокодилы, зоологическая часть этих зверюшек называется планктон. Растительный фитопланктон, то есть растительный планктон. Они, значит, вот, так сказать, действительно висят по определенным горизонтам водной толщи. И вот, когда операция погружалась на подводном аппарате, я обретил внимание, что когда, что странная история, значит, вверх стали всплывать какие-то белые штучки. Я не обретил, что реально, но когда мы стали всплывать вверх, то они шли как снег. То это выяснилось, что это не они перемещают, а мы всплываем вверх. Они висят в горизонтах неподвижно. И поэтому, когда они всплывают вверх, это хорошо, значит, ты идешь на всплытие. А поскольку у нас главный дождь был, чтобы число всплыти, равняло число погружения, то нам всегда это радовало. Хотя мой директор тогдашний, светлой памяти академик Андрей Сергеевич Понят, когда он услышал мою песню подводную пилоту, сказал, Городницкий написал трусливую песню, ее нельзя петь. Настоящий подводник должен радоваться не когда он всплывал, а когда он погружается. Вот и мы на помощь моего слабочного языка не найдем. Вот, тем не менее, значит, вот такая песня. Не пиши тревожных писем, не зови немедленно назад. В океанской темной глубине реку Нас несет подводный аппарат. Я плыву беззвучно, как во сне, Надо мною не бьешь, не верь. За окном плантон идет, как снег. Это значит, мы всплываем вверх. За окном плантон идет, как снег. Это значит, мы всплываем вверх. Говорил тебе много раз, Не важней всего в моей судьбе. Но важней, наверное, сейчас Кислород, поласты, СГБ, Чтоб звенел серебряный вверх. Чтоб день весенний непонят. За окном плантон идет, как снег. Это значит, мы всплываем вверх. За окном плантон идет, как снег. Это значит, мы всплываем вверх. Это значит, в норме все пока. Как и быть, конечно же, должно. И поднимем снова мы вокал И прокрутим старое кино. Но если в жизнь и нулю на ремне, Я отлигаю на верный ответ. За окном плантон идет, как снег. Это значит, мы всплываем вверх. Если в жизнь и нулю на ремне, Я отлигаю на верный ответ. За окном плантон идет, как снег. Это значит, мы всплываем вверх. Спасибо. Спасибо за поздравление. Ага, все у нас противные тематики. Спасибо. Скоро-скоро придут холода Над границей полярного круга И не станет цветов и травы На полярной дороге вчера в широте И с тобой, наверное, тогда Повстречать мы не сможем друг друга Потому что друг друга, увы, не сумеем узнать о тем И с тобой, наверное, тогда Повстречать мы не сможем друг друга Потому что друг друга, увы, не сумеем узнать о тем В этом царстве, в этом царстве безмолвного От зависеть ты сможешь, подруга В изменяющих полотен скользя Теплым сердцем меня поморил Ведь с тобой, наверное, тогда Он слышит не сможем друг друга Потому что услышать нельзя Тихий голос с тобой в руки Ведь с тобой, наверное, тогда Послышать не сможем друг друга Потому что услышать нельзя Тихий голос с тобой в руки Над землей от снегов голубой Над землей от снегов голубой Закружится поленная в юга Будет в пол тебе ночь без конца А весна не придет никогда И тогда, вероятно, с тобой Полюбить мы не сможем друг друга Потому что зимой сердца Замерзают, как плечки вода И тогда, вероятно, с тобой Полюбить мы не сможем друг друга Потому что зимой сердца Замерзают, как плечки вода Апланты 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 Уже в трагических широтах У нас Баррицын Грозенштерн Недалеком 62-м году История Написания этой песни Есть в книге Следового идеалия История позорная Как я влез на второй грот На сайтскую площадку И как миниатуру В трек снимали Гроз зовут вас в стороне родной Когда сигнал Адам, где трясется Поскрипывают Мачты над волной На бедах В репах Вспыливает солнце В земле В земле Неизвестная Тоска От флага Со смещенными Костями Или когда Мы Не укрям Пока Качается Светило Над снастями Или Когда Мы Не укрям Пока Качается Светило Над снастями И Никогда Мы Не укрям Пока Качается Светило Над снастями И Никогда Мы Не укрям Пока Качается Светило Над снастями Вертывает Пила Попутный Ветерок Назор В рогам Животно Не старея И В серьезный Солнечный Денек В последний раз За пляжем Мы Мы Нарея Мы Вас Возьмем Хватит За бока Мы К вам Придем И Никогда Мы Не укрям Пока Качается Светило Над снастями И Никогда Мы Не укрям Пока Качается Светило Над снастями Аплодисменты 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 Шаримчицы Вперед Неизменно Вращаюсь Вождение Становится День Ото дня Если Об английский Уйду Я прощаюсь Не Враните Меня Не Враните Меня Меня, если я по-английски уйду, я прощаюсь. Не броните меня, не броните меня, не броните меня. И вот знаю я точно, что от вас насовсем никогда не уйду. Если кто-нибудь вспомнит, закреплю строчку, Что придумано мною далеко. Да ну, если кто-нибудь вспомнит, закреплю строчку, Что придумано мною далеко, далеко. Значит, все не уйдет, значит, что-то воскреснет, Время хрустнет опять, как сучок под ногой. Если кто-то другой запоет эту песню, Маленький говорит, будет кто-то другой, Если кто-то другой запоет эту песню. Маленький говорит, будет кто-то другой, Никогда не умрет чувство чести и долга, Никогда не умрет наша юность, друзья. Не случайно на флоте, где плавал я долго, Есть команда короткая, делай, как я. Не случайно на флоте, где плавал я долго, Есть команда короткая, делай, как я. И покуда вода не сбежит по реке, Будут людям любовь настоящую верить, Свой счастливый перейти зажав в кулаке, Будут людям любовь настоящую верить, Свой счастливый перейти зажав в кулаке, Пусть не плачет потом надо мной англичский, Пусть потом надо мной не влетает ротя, Если я не прощаюсь, уйду по-ind Videz생. Не пройдите меня, не пройдите меня. Если я не прощаюсь, уйду по-indul的 buttreez, Не пройдите меня, не пройдите меня. Аплодисменты. Значит, на самом деле, потепление страшное, похолодание нет. Почему потепление страшное? Вот очень, если кто не имеет волновости посмотреть фильм, лекцию, техчасовую, основополагающего человека, который все это глобальное потепление, так сказать, затея Альберта Гора, известного государственного деятеля и теперь уже человек причастного к науке, значит, что нам грозит в случае глобального потепления? Первый. Растают все летники, поднимется уровень мирового океана, затопит все стуари, то есть устья рек, низко, значит, вот расположенные города, Лондон, Ленинград, Нью-Йорк, можно долго не причислять, все это погибли. Сочи, эти ребята убивают в горы. Вот, а значит, да, а вот скажем, в Питере лежит не будет. Ну вот, а значит, ну из-за того, что все будет, значит, закрыто, заполочено, чудовищные эпидемии, борь по всей земле. Но нет, самое страшное, самое страшное, что растают все летники в горах и вообще все, и в Гренаде, и исчезнет все, вода убежит в океан соленый, и пресная вода на земле кончится, все мы раздохлим в страшных муках, вот отсутствие пресной воды, и уже в 21 веке война будет не за нефть, как сейчас, а за воду, за питьевую воду и прочее. Там много всего разных, да, здесь еще и дальше, так? Вот. Кстати, для России это было бы неплохо, потому что у нас, конечно, оттает вечная мерзлота, потому что у нас же чуть не одна третья поверхность нашей суши, покрытая вечной мерзлотой, абсолютно мертвую землю. Если бы ее растает там, то можно там что-то сеять, можно пахать, но это уже, что русского здорового-то немцев лет, так сказать, не важно. Важно другое, что вот, значит, и против этого надо бороться. Как бороться? Вот сейчас собрались президенты, министры, премьер-министры многих стран, сидят, уберем льбы высокие, они абсолютно, ребята, они научные, ни хрена не понимают в этом, но они все думают, как это понизить уровень Мирового океана. Я очень им завидую, они могут еще 10 лет сидеть, не придумывают. Не придумывают, нельзя. Это напоминает историю, как мне, я на военном корабле в свое время читал лекции для личного состава про древь континента, а там как они грифуют, как они туда-сюда, распалась Пангея, и мне запарит, говорит, Александр Алексеевич, а вот мы можем научиться управлять этим? Я говорю, чем? Грифом континента. Мы это кто? Как это? Партии правительства. Что вы говорили, Марк Сергеевич? Это же миллионный летний процесс, человек не может этим управлять. Очень плохая у вас наука, я вас уволен в следующий раз, идите и научитесь. Эти ребята, что вы все равно. Ну и эти тоже сами. Так вот, ничего этого не будет. Ничего этого не будет. Дело в том, что действительно, вы сейчас испытывали последние годы глобальное потепление. Видите, сейчас еще последующего. Я еще помню, эти годы три назад нельзя было, говорили, не выходите на солнце, солнце активное и прочее. От чего зависит температура на поверхности Земли? От двух вещей. От активности Солнца, оно, так сказать, плюс-минус там ничего еще. Хотя, когда-нибудь оно взорвется, и мы сгорим. Но это будет не сейчас, значит, миллиарды лет, да? Пока тут с этим все в порядке, но... И второе расстояние до солнца. Вот расстояние между Землей и Солнцем меняется. Меняется гармонически. Мы с вами ошибочка полагаем. Вот, по-моему, это аудитория тоже рассказывала. Мне было долгой лекции. Мне было оставить вовремя. Это вам два часа в лекции. Значит, дело в том, что мы ошибочка полагаем, что Земля вращается вокруг Солнца. Это не так. И Земля, и другие планеты нашей системы, и само Солнце вращаются в центре тяжести нашей системы. Это не одно и то же. Потому что он мигрирует, поскольку огромные планеты, типа Нептуна, там, с огромной массой. Это же традиционное взаимодействие. Нептун, там, Плутон. И все это меняется. И есть кривая, которую построили учебное за последние миллионы лет. И по этой кривой мы прошли минимальное расстояние до Солнца, где-то год-два года назад. Сейчас мы начнем от него удаляться. И примерно в 2020 году будет, ну, небольшое, но глобальное похолодание. Таким, мы так называемым малый ледниковый период. Такие вещи были в истории Земли. И это лучше. Потому что вот люди из него вышли. Вот в 17-м веке, начале 17-го века, я люблю рассказывать. Вот 17-го века. Значит, было глобальное похолодание в Европе. Ну, и в Европе оно в частности проявилось. Откуда мы знаем, что было похолодание? Ведь единственная страна, где люди мерили температуру, была Британия. Британский административный мир вобил за своим посланом во всех странах мира, где мы днем. Утром встал, похмелился, меряйте температуру. Меряйте температуру где-то на почте. Поэтому в Московии, в дикой Московии, заметенной снегами, да, значит, мерили эту температуру. И что оказалось, что, значит, в 1601 году Гибралтон замерз, Восфор замерз, Венеция там вывозили по льду. И, значит, это имело огромное следствие. Вот посмотрите картину Петра Брейгра-старшего. Или посмотрите картину малых голландцев. Какие зимы в Голландии, давно уж таких зим там нет, да? Вот. А в это время как раз эти самые геонцы воевали с испанской короной. И герцог Альба, и самая боеспособная пехота на континенте, испанская тяжелая пехота, задавила их до кордюшки. Читайте, тирею и шпили. И вдруг ударил мороз. Эти влюбивые испанцы побежали из Амстердама, из Антверка, и вообще из Голландии, как немцы в 41-м году из-под Москвы, и победила голландская реверс. В 1565-1609. А на Руси было еще интересно. То есть, в 1001 году, по данным британского гранатиста, Москва-река замерзла на Яблочный Спас. Когда у нас Яблочный Спас? 19-го амена, совершенно верно. На следующий год то же самое. Через год еще раз то же самое. В Торфе русский гранат начался мор, голод, неурожай и пало правительство Бориса Кононова. Вот истинная причина смутного времени. Потому что наши домоги приняли праздник, освобождение туда сюда. Но начало это все как раз с этого. Но хочу сказать, что если в 17-м веке мы выжили от такого оведенения, то уже в 21-м веке или где-то в середине его, с нашими политическими возможностями, конечно, но это лучше, чем глобальное потепление. Объяснил? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Песня о дороге. Вот, кстати, она очень... Песня о дороге. Немет отношения к потеплению. Написано в 1981 году для спектакля полигонную роману Чингиза Эдматова и дочь века. Это длится день. Спектакль поставили в Ленинградский молодежный театр. Песня была тут же запрещена. И по всему Ленинграду перекрывали афиши, что моей фамилии там не было. И этой песне тоже. Сейчас кажется смешно, но по тем временам мы считали чудовищным кроватью. Не писали виной или местная власть, от какой непонятно причины. Мы куда бы не шли, нам туда не попасть, ни при жизни, ни после кончины. Для чего ты пришел в этот мир, человек? Есть ли горяк твой хреб и не долг твой век между дел ежедневных и тягот? Бесконечно колючками крытая степь, пересечь ее всю. Никому не сумеет ни за день, ни за месяц, ни за год. Горст губы оставят сухими полями на потушу, как странство истертых. Отчего нас, скажите, родная земля, ни живых не приемлет, ни мертвых. Без земля остается все той же землей. Станут звезды скорей на рассвете золой. Только дыма останется на запах. Неизменно составы идут на восток. И верблюдок качает горячий песок. И прощается небо на запах. И куда мы свои не направим шаги, И о чем не заводим беседу. И лукошу под нами снежают круги, И лисица крадется по сверху. Для чего ты пришел в этот мир, человек? Если горит твой вверх, и не долг твой век, И дано тебе сделать немного. Что ты нажил своим непосильным трудом, Ненадежный твой мир, и не прочен твой пол. Все дорога, дорога, дорога. Все дорога, дорога, дорога. Все дорога, дорога, дорога. Дорога, дорога, дорога. Когда ты шагнешь, навстречу судьбе, Родной перейдет порог. И мама шеплет вдогонку тебе, Постой, не спеши, сынок. Откроется вид, где чаяка болит, И в море дарит поёт. А солнечной лучи тебя слепит, И ветер наполнит рот. Откроется вид, где чайка парит, и в море горюк поёт, А солнечный луч тебя спекрит, и ветер наполнит рот. Когда поймут чужие края, тиме или на цветной, И скажет тебе, подруга твоя, мой милый, а будь со мной, Плескёт тебе вид, где чайка парит, и солнечным вёкся дым, Покинешь её, покинешь жильё, и следом уйдёшь за ним. Плескёт тебе вид, где чайка парит, и солнечным вёкся дым, Покинешь её, покинешь жильё, и следом уйдёшь за ним. Когда это всё припомнишь, ты вдруг без помощи старый свет, И спросит тебя, испуганного внука, о чём ты заплакал, дед? Не стоит тужить, что хочет сожить, что кончился твой черёд, А солнечный вид, где чайка парит, и море дарит, поёт. Не стоит тужить, что хочет сожить, что кончился твой черёд, А солнечный вид, где чайка парит, и море дарит, поёт. Аплодисменты 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 Песня «Белый ладожеский лед» 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 Атлантус вы в конце второго деревня сделали, отражаете, да? Хорошо, потому что как-то это, вроде как, сказали. Надо было попробовать, если это атланцев вначале, а уж заканчивать, чем получится. Интересно. А, да, получается все равно одним и тем же. Либо чистыми прудами, либо не всегда перекатами, уже, так сказать, тут, так сказать, уже ничего туда не денешься. Роман «Чернота». Из романа Булгакова «Бега». Как ведь умела петь, по настыре далече, ах, как пылала петь. А мне в круглые пыльячи звенели три зря, и телеконе спором от белости тренка до белых сквозь. Звенели три зря, и телеконе спором от белых сквозь. Песня «Бега» Аплодисменты «Бега», э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э, это девизионный пылья. До бедных скал, а спор, Могил полный пыль, И то лет синий пол, От белых стен дня, До бедных скал, а спор, Не учились чекой, Мне было бы спознаться К родной земле щекой, В последний раз бежаться, Встать с водой, ковля, Среди стекла восторг, Меж бедных скал, а спор, Встать с водой, ковля, Среди стекла восторг, Меж бедных скал, а спор, Спойте, пожалуйста, песню губернаторской власти, О, Господи, к моему году только, Она мы же старит славу, сейчас, Ну ладно, споем, обычно во всех других городах России Эта песня как-то очень приветствует, Но бывают хорошие губернаторы, Так, песня «Черная стрелка». Ну давайте, споем, атаку, спасибо, споем какую-то-другую, И, значит, стреляем перерыв. Значит, это песня спектакля, значит, Которые никогда туда не вошли, Но эта песня распошла, к сожалению, Спектакль Ленинского комсомола, Господи, что Егорич был, Чеатр Ленинградского молодежного театра, В 1981 году, Когда Ленинградом управлял Всевластный, тогда диктатор, Слава Богу, он не пролез вместо Горбачева В наши диктаторы, И, как он начал бы сказать, Григорий Васильевич Романов, Такой замечательный человек, Первый тряпком. После этой песни спектакль был закрыт, Театр был раздомлен, И, как вам решено, был уволен, А я уже был в Москве, Поэтому меня достать он все-таки не мог, Потому что, как Серега Ленинского, Которого даже очень не любил, И пытался строить как Бога. Но, вот скажем, Академика Горбачева, Он организовал избиение его стариказ, Значит, Подъехи за то, что он возражал Против того, что, значит, Кто-либо из земли женился его сын, Или что-то, И он потребовал сергский фарфор, И сапаски, говорю, Витажа был взят, Для рисуальной партины, И так далее. Но вообще был светлый человек. Но не мог, Тем не менее, Эту песню он понял правильно, Тем более, что Главный режиссер театра, Мой друг Владимир Лоищинский, Еще посадил актеров в конце зала, Чтобы подбивали как бы из народа. Значит, Спектакль был посвящен Судьбе трагической Дмитрия Лизогуба, Исторической личности, Такой украинский дверянин, Повешенный в конце 19 века В Одессе Под приговором И наполевого суда За то, что он Был спонсором народовольства, Ну, сейчас, Террористом, Тогда это было, Иначе Общество к этому относилось. Даже когда убили Многозетного царя, То они, эти ребята, Наши интеллигенты, Одобряли это убийство, Что, конечно, ужасно. На самом деле, Но не в этом сейчас Разговор, А разговор о губернаторской власти. Вот он поет Такие-такые песни, Сидим в камере смертника, Лизогуба, Поем песню о губернаторской власти. Песня о губернаторской власти. Благодарствует, Обгорадую тебе крылья сокол. Губернаторская власть Хуже царской. Губернаторская власть Хуже царской. А губернаторская власть Хуже царской. На царя далека, На волне высота. Ах, наилная твоя В убеждениях, Им в базарный день Полушкой цена, Бесполезно призывать в пробуждение Нежелающих очнуться от сына Не отыщешь им недуга лекарства Хоть Христос и все со всеми на Пасху Не проймешь народ ни маской, ни таской И вековечно не порушишь народ Губернаторская власть уже царской Губернаторская власть уже царской Губернаторская власть уже царской Нация далеко, на луках высоко Заревает осквено, ошиблись Молодую жизнь губить не спеши Если где-то искать справедливость То уж точно, что не в этой глуши Не легко растаться с жизнью барской С богатством да родительской лаской Поздадут тебе за трафт мой мутарской Дом построен без герей и окон Губернаторская власть уже царской Губернаторская власть уже царской Губернаторская власть уже царской Восстанет на царя далеко До Бога высоко Вот когда прошло с большим успехом по радио спектакль «День из Капитана Гранта», я историю рассказывал много раз, то следующий спектакль по радио должен был быть в советские времена «Черная стрела» по Романову, Роберт Гресса Стивенсона «Черная стрела». Там, если помните, гениальное произведение «Война на Белорусе», там 16-е что ли, Англия, туда-сюда. Я писал народную песню, значит, как «Кристиан, черная стреля» и все стали близко. Но я принялся, такое было Ленинградское мнение, телефильм «Экран». Нет, да, «Экран» принялся, а они почему-то это все делали. Они говорят, что «Черная стрела, позвоните, послушаем». Я им позвонил, а вы знаете, что приходится играть свою песню. Мы ее не слушали, вы ее у нас не были, и вообще мы вас не хотим, до свидания. Я говорю, что случилось? Ну, понимаете, все-таки есть какой-то предел, все-таки вольнодумство и безидейщие. Вот смотрите, что вы написали? Как же? Я написал народную песню «Кристиан» 16 века. «Англия война на Белорусе», вот, про короля Гресса Стивенсона «Ладно, ладно, мы не дурачки сидим». Мы говорим, что Ленинградский Брежнев уже стар, годами, и может не всегда правильно говорить или что-то еще, нельзя же так откровенно от этим издеваться. Я говорю, что Ленинградский Брежнев, вообще никого даже мыслят, ладно, ладно, Ленинградский, забирайте, до свидания. Я ушел из «Солодых рыбаковчиков». Прошло лет так, 20. Мне звонят уже с радио, и говорят, знаете, вы сейчас возобновили радиобостановку «Черная стрела». Все говорят, как замечательные песни, написали еще те времена, поднесите ее нам обратно. Я говорю, как, ну она по единому соображению, Ленинградский Брежнев, говорит, ну что вы сейчас, свобода, демократия, все хорошо, уже это после августа, у нас первый год, все вот. Да, значит, я приношу, он говорит, вы ее оставьте, мы послушаем. Я им звоню, человек, он говорит, знаете что, так договоримся, мы вас не знаем, мы эту песню не слушаем, вот забирайте, потом просто здорово. Говорит, что случилось? Ну, мало того, чтобы издевать, такое, что Борис Николаевич Ельцин уже не очень здоровый человек, надо же не так откровенно издеваться, мало бы у вас какую-то Причиневскую войну сказали, они про выборы в Думу несправедливают. Я говорю, какие выборы в Думу, это Англия в 16, знаменитого Харькова, в общем, выберли меня, так эта песня никуда и не попала. В результате так, «Война на Белой Розы», Борис Николаевича в 16, Агресности в пожаре был ловит за окном, Король наш старый Гайли подвинулся в умол. Ленивых опаленных зерна не соберешь, Летят отряды конных, вытапливая рожь. Чем не страдать, трудиться, все пущено на слон, Не дай Бог родиться при Генрии Шестом. Не дай Бог родиться при Генрии Шестом. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Чем над полками знака, за что ведется ток, Кто править будет нами, Ланкастер и Лью-Йорк. Какого нам, бельбожи, не прочат короля, Для нас одно и то же, и воля, и петля. Мело, даже веселиться, давала в руку в том, Не дай Бог родиться при Генрии Шестом. Не дай Бог родиться при Генрии Шестом. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Навсюду запах гали, покинуты дома, А воль наш старик, а рейс, а всем сошел с ума. И даст тебе создатель, дожить до старых лет, Бросай соку, приятель, бери за полет. Стерна летит, как птица, пахнет, вязкий слон, Не дай Бог родиться при Генрии Шестом. Не дай Бог родиться при Генрии Шестом. Над Канадой, над Канадой, Над Канадой, над Канадой, над Канадой, Не дай Бог родиться при Генрии Шестом. Мне снежонка невесенье, Отчушка дитая рыжара, Путம, пощуп amiga, Только все же не веселье У тебя сегодня свято В лужах солнечные пятна Не спешу глубоко плакать Подожди меня обратно Над Канадой небо синя Меж березами на свет Хоть похоже на Россию Только все же не Россия Над Канадой небо синя Меж березами на свет Хоть похоже на Россию Только все же не Россия Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Моряк покрепче ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ